Привет, друзья! В то время как инфраструктура современных городов не устает нас поражать своими гениальными решениями, а жители крупных мегаполисов иногда не могут перенести свою пятую точку на несколько метров в ближайший супермаркет или больницу, есть на нашей планете ещё и такие места, где обычному человеку просто не выжить. И сегодня я расскажу вам невероятную историю о парне, чей элементарный путь в школу был осложнён не просто оживлёнными перекрёстками и светофорами, а самое, что ни на есть, настоящей тропой из смертельных преград. Но как бы там ни было, а поражает в этой истории другое, а именно то, что придумал маленький школьник, чтобы справиться с этой проблемой. И думаю, нам есть чему у него поучиться. Ну а мы с вами перенесёмся в посёлок Гингуан, который находится в провинции Гуачжоу, Китай. И естественно, как и в каждом населённом пункте, тут живут дети, чьи родители стремятся дать им достойное образование. И всё бы ничего, но ситуацию осложняет то, что школа находится в 10 километрах от дома. И чтобы добраться, дети ежедневно проходят через множество испытаний. Для начала им приходится идти горной дорожкой шириной в полметра, прижимаясь к скалам, чтобы не упасть в пропасть. Далее малыши медленно продвигаются по навесному мосту, преодолевая 50 метров пути над настоящим горным склоном. А заканчивается дорога в школу поездкой на стальных канатах, где у школьников остаётся лишь надежда на то, что их надёжно зацепили карабинами. Малышей на протяжении всего пути ведёт их же учитель, который признаётся, что водит так своих учеников уже на протяжении 40 лет. И это несмотря на погоду на улице. И конечно же, как часто это бывает, за всё это время никто из властей не поинтересовался ситуацией в посёлке, и люди просто отчаялись получить современную и безопасную дорогу. Целых 50 малышей возрастом от 7 до 11 лет два раза в день вынуждены пробираться сквозь экстремальные тропы. Конечно же, ситуация с дорогой возмущала родителей, но кроме своего недовольства дальше дело не доходило. И к слову, тогда уж точно никто не мог и представить, что в это дело вмешается самый обычный первоклассник, и именно его история и облетит вскоре весь мир. Ли Кун был единственным ребёнком в семье бедного пастуха, который всеми силами пытался привить парню хоть какие-то манеры и знания. Стоит также отметить, что парень большую часть времени сидел за учебниками, и, наверное, об этой истории никто бы никогда и не узнал, если бы однажды маленький Ли не решил действовать и не выпросил у своего преподавателя почту местного управления провинции Гуайджоу, чтобы отправить им письмо. Самое первое послание он написал детским почерком на листе А4, где попросил важных дядь помочь его деревне. Но, конечно же, никакого ответа он не получил. Так прошла неделя, а за ней и месяц. Паренек сильно переживал, дошло ли его письмо важным дядям, которые сидят в своих больших и тёплых кабинетах. Но больше всего его смущало то, что на местной почте ему заявили, что его письмо доставлено, а это означало, что его кто-то прочитал. Но почему же нет ответа? Как полагал ещё юный и наивный мальчишка, если письмо кто-то получил, то обязательно должен ответить. И стоит сказать, что детская наивность вскоре принесёт свои плоды. Мальчик принял решение в течение каждой недели заваливать почту новыми письмами с целью добиться решения проблемы жителей городка. Нет сомнений в том, что в таком труднодоступном регионе почта работает с перебоями, но даже несмотря на это маленький Ли без устали писал и отправлял письма каждую пятницу. Упорству мальчика мог бы позавидовать каждый из нас, ведь отправлять послание в одном направлении рано или поздно могло надоесть, но только не ему. Далее он стал копировать один и тот же текст письма. «Добрый день, я ученик первого класса местной школы посёлка Генгуан. Из-за усложнённой дороги я и мои друзья не можем вовремя добраться до школы. Я от имени всего нашего городка прошу обратить внимание на качество дороги и построить нам новую, ведь каждый ребёнок заслуживает хорошего образования». Так продолжалось целый год, но ни разу Ли не получил ответа. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы в один из дней каким-то чудом забытый миром посёлок не приехала съёмочная группа, которая делала сюжет про красоты китайских провинций. Репортеры с дорогущим оборудованием только было установили камеры и стали что-то записывать, как вдруг из толпы зевак к ним выбежал паренёк лет 7. И даже несмотря на приказы своих родителей прекратить портить сюжет журналистам, он всё же добрался до камеры со своим важным посланием. «Всем привет, я Ли из посёлка Генгуан и мне всего 7 лет. Я очень прошу помочь нам построить хорошую дорогу до школы, чтобы мы могли вовремя приходить на уроки. Мои письма местным властям уже год остаются без ответа, но я не перестану писать, пока они меня не заметят». Такими словами закончил парнишка, пока его силы не отвели родителей от камеры. И стоит сказать, что девушка-репортер была настолько поражена настойчивостью парня, что даже пообещала приложить все усилия, чтобы помочь. К слову, до сих пор неизвестно, то ли это бесконечные письма, то ли репортер смогла достучаться до властей. А может, местные власти были напуганы решительностью мальчика. Но уже буквально через несколько дней к ним приехал руководитель округа, некий Вэй Ши Хао, который в торжественной обстановке лично пообещал местной знаменитости построить новую и безопасную дорогу. Как это часто бывает, радости жителей не было предела. Но даже спустя месяц никакой строительной бригады видно не было. И именно тогда и произошло всё самое интересное. Ли Кун был настолько разочарован, что даже закрылся в своей комнате, а на следующее утро родители нашли записку, в которой было написано «Дорогие папа и мама, я решил добраться до местного управления провинции и наконец-то добиться своего». Безусловно, семейство Кун не могло оставить это просто так, и вовсю принялись разыскивать парня. Поиски ребёнка завершились спустя два дня, когда Ли обнаружили в городке Гангвоу, спокойно прогуливающемся по местным улицам. Когда парня вернули домой, он рассказал, что всё же добрался до губернатора провинции, который даже и не слышал о том, что происходит в посёлке. Конечно же, никто ему тогда не поверил, ведь где губернатор, а где простой 7-летний мальчишка, да и кто его туда пустит. Но, друзья, спустя буквально неделю жителям Гангуана оставалось только удивлённо раскрывать рты. Всё дело в том, что в посёлок доставили несколько десятков единиц строительной техники и рабочих, которые сразу же принялись за работу. Никто не мог поверить, что это происходит наяву, и всего за три месяца активной работы они смогли построить крепкую и надёжную переправу для всех местных жителей. С того самого момента родители учеников начальной школы Гангуана стали отпускать своих детей без доли волнения и переживаний, а учитель школы наконец-то выдохнул с облегчением. Позже парень в интервью местной газете признается, «Я делал это лишь для того, чтобы местные власти обратили внимание на нашу проблему, но никак не для того, чтобы прославиться». Причём переправа стала спасением не только для детей, но и для взрослых, которые также с трудом добирались до своего места работы. И даже сложно поверить, но всё это организовал один семилетний мальчишка, который решил не оставаться в стороне и, как окажется позже, он действительно попал тогда губернатору и настолько поразил его своей решительностью, что тот, скорее всего, решил не испытывать судьбу, понимая, что Малец доберётся и до председателя Китайской Народной Республики, если его требования не будут выполнены. С тех пор прошло уже несколько лет, и сегодня в посёлке совсем другая жизнь, ровно как и новенькая безопасная дорога. И если раньше родители переживали за своих детей, то сейчас на их лицах можно встретить лишь только улыбки. Конечно же, местные жители благодарны семилетнему Ли и называют его своим героем. В свою очередь, он не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новые предложения по улучшению жизни в посёлке. Взрослые говорят, что ждут не дождутся, когда Ли подрастёт, и тогда у них будет хороший глава их поселения, за которого они с удовольствием проголосуют. Ну, а эта история показывает, что нужно всегда стремиться к своей цели, даже несмотря на любые преграды и ограничения. Ведь если семилетний школьник смог достучаться до властей целой провинции, то на что способен тогда каждый из нас? Друзья, а как вы расцениваете такой поступок семилетнего парня? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео и до скорого. Пока!